Привет всем зрителям танцевального телеканала Мьюзикбокс! Меня зовут Ева Субботина и, как вы уже поняли, это программа Инстабокс. В сегодняшнем выпуске я расскажу о семейных разборках Потапа, покажу бэкстейдж-лирик видеогруппы «Время и стекло» и выясним, кто же круче, Риана или Эминем. Так, подождите, стоп, программа еще не началась, а я уже все вам рассказала. В общем, звук погромче, и я начинаю прямо сейчас. Отдать должное Потапу он много времени уделяет своей семье, в частности, воспитанию своего сына. Занимаются вместе спортом, отдыхают за границей, да и в целом звездный папа доволен успехами своего маленького Потапчика. У Андрея Потапенко уже более 20 тысяч подписчиков, но, несмотря на это, в своем Инстаграм Потапчик подписал себя «Обычный мальчик из Киева». Точка. 9 лет. И уже в свои-то 9 лет сын Потапа пытается нокаутом взять своего дедушку. Ты смотри в оба Потапа, а что будет, когда малому, например, 18 стукнет, а? На голову, сюда, в руку, сюда, в руку, вот сюда, в двое. Оп, хорошо, хорошо, ты не полезно, в руку, ничего, давай. О, только снимай. Класс, спасибо, хорошо. Защищайся, Андрей, не забывай. Неси, не стыдки, что я получил. Оп, не пронюй, вот так, вот, хорошо, давай. Черт, раз, два. Тихо, дальше. Вот это, тихо, снова, снова, давай еще. Следующее видео, которое я вам покажу, будет символичным, так как речь пойдет о мега-успешном продюсерском проекте Потапа группе «Время и стекло». В своей программе я уже вам рассказывала о феномене «Видеотоп», которое за минимально короткое время набрало максимальное количество просмотров на YouTube, которое исчисляется десятками миллионов просмотров. А как снималась лирик-видео на трек «Топ», сейчас я вам покажу, что я буду рассказывать, зачем я буду рассказывать. Смотрите, внимание, как говорится, на экран. Леш, сегодня очень много внимания с твоей стороны ко мне, я волнуюсь. Да, я всегда делаю кликор. Неужели на седьмом году группа «Время и стекло»? Потому что нами вспоткает «Х-ка», Леш. Коленька, давай пропускай тут петку, сильно много, она сильно убивает. Смотрите, как говорится, на экране «Время и стекло». Наш, не побоюсь этого слова, украинский исполнитель Алексеев. Ну, вы ж помните, да? Так вот, в этом году Алексеев будет представлять Беларусь на Евровидении 2018. И пока бедный Никита колесит просторами нашей планеты Земля. Да, это, если я не ошибаюсь, Минск, по-моему, Тель-Авив, Амстердам, Мадрид, и есть там Таллинн, и Вильнюс есть. Господи, мне кажется, я перебрала все города, которые знаю. В общем, находится в промо-туре самого ожидаемого песенного конкурса весны. Продюсер Алексеева Олег Боднарчук не прочь расслабиться на автопати не в компании Никиты, а в компании пышногрубной представительницы от Израиля. Я вот сейчас не поняла, может, в ближайшее время будет это, интернациональный дуэт, а? Начинать, начинай, 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 начинай! Вечно плачущая страдалица современности Таня Буланова, ну не Таня Буланова, а нынче это Оля Бузова, уже походу напрочь забыла своего бывшего футболиста и продолжает хайпить не по-детски. Выпускает хит за хитом, собирает солдауты, но Олечке этого мало. Ещё больше внимания к своей персоне она решила привлечь с помощью поп-короля Филиппа Киркорова и позажиматься с ним, позажиматься, ну реально, под свежий хит «Цвет настроения синий». Это, знаете, внутри мартини, а в руках бикини. Цвет настроения синий. Влияние ночи очень трудно предсказать. По тебе, и ей хочется кричать. Да, да, она сейчас звезда всей предрассудки. Ерунда. «Цвет настроения синий». Внутри мартини, а в руках бикини. Подписи синий. Ам, ам. Локомотив украинского шоу-бизнеса, несомненный хит-мейкер, благодаря которому вся страна сделала громче звук на всех возможных приёмниках, Макс Барских сейчас находится в своём туре «Туманы World Tour». Америка, конечно, нашему Максу, как говорится, к лицу, но знаете что? Барских мы вам не отдадим ни за какие деньги, какой бы гонорар вы там не предлагали. Нет, мы всё равно любим его сильнее. Но, а если без шуток, меня очень радует тот факт, что песни нашего Макса знают наизусть на другом континенте. Он этого всё-таки заслужил. Субтитры делал DimaTorzok «Битва титанов». Листала я вчера ночью инстаграм, а там я, как вы понимаете, круглосуточно листаю. Так вот, я такое видео нашла, господи, я смеялась сильнее и громче, чем кто-либо может. Все вы помните совместный суперхит Рианы и Эминема «Love the way you lie». Так вот, на одном из концертов, исполняя эту песню, непонятно вообще, к кому пришли на концерт люди, к Ри-Ри или к Эминому. Потому что похоже было на то, что Риана на этом видео не как суперзвезда и на концерте, а как вообще бэк-вокалистка. Вот видео вообще не новое, но если вдруг вы его не видели, обязательно сейчас посмотрите. Это очень смешно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, вы знаете, каждый раз, когда я заканчиваю свою программу, мне хочется плакать. Я прям не могу. И отнюдь не от смеха плакать. Жаль мне с вами прощаться, потому что программа Инстабокс снова подошла к своему концу. Но вы давайте там не расстраивайте меня лишний раз, хорошо? И подписывайтесь на мой Инстаграм. Там мы будем общаться с вами круглосуточно. Здесь и с вами всегда была я, Ева Суботина. И до встречи через неделю. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok